Всем привет! Это дядя Паша. Вы смотрите проект Fusion 365. В сегодняшнем выпуске я начинаю серию уроков, посвященных команде SWEEP. Наверное, будет 2 или 3 выпуска примерно. На самом деле, идея этого родилась в комментариях у одного из подписчиков, когда он просто упомянул, что не видел уроков, посвященных команде SWEEP у меня. И я подумал, а почему бы и нет? Итак, SWEEP. Что это такое? С чем это едят? SWEEP — это одна из базовых команд создания трехмерной геометрии во Fusion. К базовым командам я бы отнес Extrude, Revolve и SWEEP. Но именно SWEEP заслуживает наибольшего внимания, потому что с помощью нее можно симулировать и Extrude, и Revolve, если уж вам это так понадобится. Итак, что нужно для того, чтобы эта команда сработала в своем самом простом варианте? Для этого нужен контур, который вы собираетесь протягивать. Кстати, SWEEP — как это переводится на русский? В официальных источниках SWEEP переводится как сдвиг, по-моему. Но на мой взгляд, наиболее точно физику процесса описывает русское слово «протяжка». Именно так работает команда SWEEP. Для того, чтобы она работала, вам нужен контур, который вы собираетесь протягивать. Это должен быть замкнутый контур, если вы работаете в твердотельном режиме и SWEEP у вас синенький. Либо это может быть замкнутый или не замкнутый контур, если вы в режиме патч и SWEEP у вас желтенький. Кроме того, что у вас есть контур, вам нужна еще и траектория, так называемый путь или паз. Если у вас все это есть, то вы можете нажать кнопку SWEEP и видите диалог, в котором вы выбираете контур, профайл и траекторию, паз. После этого вы видите результат работы команды SWEEP. Вот так она работает в самом простом базовом варианте. На самом деле, для того, чтобы эта команда сработала, даже не обязательно, чтобы контур и траектория имели какие-то общие точки. Вот в таком варианте SWEEP тоже будет работать, но, естественно, результат выполнения этой команды будет несколько другим, потому что вам нужно учитывать, как сориентированы друг относительно друга траектория и контур в своей самой начальной точке. Именно от этого будет зависеть, как будет выглядеть результат выполнения этой команды. При помощи команды SWEEP выполняются достаточно сложные вещи, как с наращиванием геометрии, так и с вычитанием геометрии. Причем в данном случае в качестве траектории взята спроецированная линия. В этом случае все точно так же замечательно работает. Я думаю, что в большинстве случаев вы будете пользоваться этой командой именно в таких вариантах. Для того, чтобы использовать эту команду в случае с какой-то сложной траекторией, я бы порекомендовал следующий процесс. Сначала нарисуйте вашу траекторию, а затем нарисуйте, либо определите какую-то плоскость, и на ней изобразите тот контур, который вы хотите протянуть. Если ни одна из стандартных координатных плоскостей вам не подходит, то просто используйте вспомогательную геометрию Plane Along Path. Выбираете вашу траекторию и сдвигаете плоскость к одному из концов траектории. Все. У вас есть вспомогательная плоскость, на которой вы уже рисуете эскиз, и в этом эскизе определяете тот контур, который вам нужно протянуть. Ну, пусть это будет такой небольшой шестиграничек. С чем вам предстоит столкнуться при работе со SWEEP? В данном случае все выполняется хорошо, и проблем никаких нет. Какие проблемы могут быть? Во-первых, основная проблема – это самопересечение. Самопересечение не любит ни один из инструментов Fusion. Самопересечение может возникнуть в том случае, если ваша траектория в явном виде пересекает саму себя. В этом случае ничего работать не будет, и вы получите сообщение об ошибке в правом нижнем углу. Но здесь оно достаточно понятно. Тело будет самопересекаться. Кроме того, самопересечение вы можете увидеть, если ваша траектория не подходит к выбранному контуру. Например, здесь слишком сильный изгиб, и при протягивании этого контура по данной траектории, опять же, возникнет самопересечение. Сейчас я это покажу. Вот здесь проблема. Так делать нельзя. С чем еще можно столкнуться? Команда Sweep, как и все остальные команды, которые используют траекторию, не понимает ветвления. Команда Sweep понимает только вот такие виды траектории. Например, вот что-то такое. Выбрать ветв траекторию уже нельзя. Что еще можно сказать? Ну, раз уж я обещал демонстрацию, как при помощи Sweep симулировать экструд. Ну, экструд это просто элементарно. Вам просто нужно нарисовать прямую линию, которая перпендикулярна к плоскости контура. И все. Вот вам экструд. Вы получили. И револв можно симулировать точно так же. Вам нужно просто нарисовать окружность, которая будет перпендикулярна той оси, вокруг которой вы хотите обернуть профиль. Вот, например, как Sweep сработает в данном случае. Вот вам елочка, которую можно получить при помощи команды Revolve. Мы сделали это при помощи Sweep. Это базовая информация по Sweep. Более сложные режимы и опции при запуске этой команды. А также, возможно, работу команды Sweep в режиме патч мы рассмотрим в других выпусках проекта Fusion 365. Если информация была полезна, то лайк. Если что-то непонятно, или вы хотите что-то добавить к информации, которая была сказана в выпуске, то пишите комментарий. Если вам интересны происходящие на канале, то обязательно подписывайтесь. И до новых встреч на канале Дяди Паши. Пока-пока.